Как правильно организовать свой отдых, это я говорю для школьников, и как правильно организовать занятость своих детей, это я говорю для родителей. Сегодня у нас такой вот необычный круглый стол, где мы собрались с многими направлениями по деятельности для ваших школьников. У нас в студии сегодня сотрудники правоохранительных органов, это Олег Андала, Вадим Коронец, директор социально-педагогического центра Ленинского района Галина Рудковская, врач-психиатр-нарколог Грудницкого областного клинического центра психиатрии и наркологии Ирина Сытая, ну и директор центра творчества детей и молодежи Спектр Ирина Савицка. Добрый день всем. И мы сегодня попытаемся рассказать как родителям, так и школьникам о том, что можно, что нельзя, и в случае то, что получилось нельзя, как из этого выкарабкаться. Я надеюсь, что родители не будут хмыкать носом, а на самом деле послушать, потому что те случаи, которые в этом году как минимум были, касались не просто обычных детей, но и детей из хороших семей тоже. Начнем мы с темы, которая особенно остро и больно прозвучала именно этим летом, и прозвучала она именно благодаря в кавычках интернету. Это работа через интернет наших 14-летних жителей города Гродно. С одной стороны, они хотели совершить что-то хорошее, найти работу, забили в интернете поиск, работа, школьник, 14 лет в Гродно, выдала им расклейка объявлений, оказалось, это далеко не расклейка объявлений. И попались они на этот крючок, а там оказалась раскладка наркотиков. Наверное, я начну с правоохранительных органов. Чем опасен такой именно поиск работы, и что делать, если все-таки попался на это объявление, потому что знаю весь алгоритм, как там происходит, и паспорт, и что-то сказать, и дети просто боятся от этого уйти. Все, что связано с такими вот нелегальными подработками, за это есть ответственность, как административная, так и уголовная. Школьник сейчас хочет найти быстрый и легкий заработок, чтобы получить какие-то деньги, быть независимым от родителей. И вот в интернете начинает поиск, и попадаются такие вот объявления, связанные с расклейкой объявлений. После чего переходит в мессенджер, в мессенджере начинает писать на указанный телефон в листовках, и уже переходит на интернет-магазин, который реализует наркотики. Данный интернет-магазин подбирает вот таких вот школьников, которые хотят быстрые и легкие деньги. Вот школьник начинает выполнять задания, проходит там некий тест, скидывает фотографию с паспортом, чтобы интернет-магазин знал, кто на него работает. После чего проходит ряд, выполняет ряд заданий, там раскладывает некие предметы, похожие на свертки с наркотиком. После чего интернет-магазин дает уже указание, что вот там-то, там-то по каким-то географическим координатам лежат свертки. Необходимо эти свертки забрать себе и разложить в определенных местах, сфотографировать, после чего переслать интернет-магазину. Все, на эти все действия будут занимать 2-3 часа. И школьник думает, вот 2-3 часа и обычные легкие быстрые деньги. Начинает работать, работает от одного дня до месяца, после чего сдерживается сотрудниками милиции за незаконный оборот наркотиков. Давайте скажем, какая статья грозит. С 14 лет наступает ответственность по этой статье и там реальный срок. Сколько там по этой статье? До 20 лет лишения свободы. Статья 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нет там скидок на возраст, еще раз скажу. Санкция статьи. С 14 лет наступает ответственность, поэтому до 20 лет действительно можно в 14 лет, к сожалению, получить и поломать всю свою жизнь уже в самом начале. Родители не должны ставить точку, как только закончился учебный год. Дальше каникулы и дети отдыхают от школы, а родители отдыхают, наверное, от школы, от детей. Нет, ни в коем случае. Вы должны задуматься, если ваш ребенок начал работать, это да, хорошо, но где и на кого? Он начал работать, потому что здесь могут возникнуть уже уголовные дела, к сожалению. И вот если переходить от уголовных дел дальше, если вдруг попался, и он понимает, что он попался, а там работает целая система, к сожалению. И это далеко не в Беларуси, и через интернет даже, обладая большими возможностями, сложно выяснить, распутать всю катушку. Но если он сознается, ведь ребенок освобождается от ответственности, если касается конкретной раскладки наркотиков. Как здесь поступить? Он понимает, что он не прав, он боится сказать родителям. И вот здесь хочу услышать в первую очередь правоохранителей, ну и, наверное, Ирина Валентиновна, вас тоже. Если уже несовершеннолетний начал заниматься распространением наркотиков и уже не может остановиться и не знает, что делать, лучше всего обратиться, во-первых, сказать все своим родителям и вместе с родителями прийти в правоохранительные органы и добровольно сообщить о том, что вот занимался такой вот незаконной деятельностью. Потому что есть в статье 328 примечание, что лицо, добровольное выдавшее наркотические средства, автоматически освобождается от уголовного преследования. И у нас такой случай в Гродно тоже был, девушка 14 лет, пришла, созналась, несколько было даже интервью, понятно, что лицо мы не показывали, она созналась и она освобождена от уголовной ответственности. Да, ее как-то затянуло, она поддалась, нужно понимать, 14 лет, все мы были маленькими, тоже понимали, помним это, что здесь мы еще не отдаем полного отчета о своем действии, но она смогла сознаться и здесь она освобождена. Совет все-таки и детям, и родителям, потому что дети зачастую боятся сказать даже родителям. В первую очередь, конечно, хотелось бы обратить внимание именно на формирование правильных родительско-детских отношений. И это происходит не в подростковом уже возрасте, а мы, скажем так, с самого детства над этим работаем, чтобы ребенок не боялся и всегда мог прийти рассказать отцу или матери о том, что у него какие-то проблемы, потому что это самое первое лицо, которое будет стоять за своего ребенка. Второй момент, конечно, хочется сказать родителям, обращать внимание вообще на рюкзаки своих детей, на их личные вещи, потому что как раз-таки, когда вот этот случай произошел, один из, там бабушка нашла все атрибуты для распространения наркотиков. То есть зип-пакеты, весы и уже, соответственно, ребенок вместе с ней пришел в правоохранительные органы и во всем сознался. То есть здесь еще очень большая ответственность лежит на родителях и на контроле. Ну и для детей, конечно же, очень важно понимать, что есть этот тыл, есть безопасность, есть всегда человек, которому я доверяю, могу прийти и рассказать об этом. То есть нужно не бояться, либо переступить через вот это, и тогда можно попасть обратно в хорошее русло. Сегодня век интернета, мы сами понимаем, что у каждого имеется мобильный телефон, не стесняясь где-то и посмотреть, на каких сайтах, сообществах сегодня ребенок проводит время. Это тоже имеет свое значение. Если он ведет здоровый образ жизни, то здесь, как правило, нет сомнений. Но если подросток себя находит где-то подобных, и по его действиям мы видим, что не совсем все хорошо, а что-то происходит, то, конечно же, правильно Ирина Валентиновна сказала, что не полениться посмотреть его там ручную кладь, вещи, что там хранится, для того, чтобы сегодня предупредить, сработать на опережение, и чтобы он не совершил какое-то уголовно наказуемое деяние. Вот от самой страшной темы переходим чуть попроще, но тоже важная тема. Это безопасность детей как на каникулах, так и в свободное время, потому что мы уверены, что и в свободное время, во время учебного года, это тоже тема важна. Это как и плавание, как и ГАИ, так и та тема, которую, может быть, боятся родители поднимать, это сексуальная тоже безопасность. Начнем, наверное, может быть, по линии ГАИ и освода, потому что такое ощущение, что наши дети закончили учебный год, и все, что пытались говорить учителя, пытались говорить правоохранительные органы, какие-то специальные службы, все, выключились, и мы свободно начинаем все с нуля. К сожалению, так оно и происходит. ГАИ, конечно, работу проводят огромную. Сегодня в учебных заведениях совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних и с другими субъектами, профилактиками, очень много профилактических видеоматериалов, роликов транслируется, показывается детям. Сегодня есть ряд видеофильмов, которые уже с раннего возраста нацелены на то, чтобы подростки соблюдали правила дорожного движения. Да, порой город большой, областной центр. Конечно же, когда идешь где-то по улицам нашего города, видишь, что порой не все добросовестно относятся к исполнению, соблюдению правил дорожного движения. Ну а я, как начальник инспекции по делам несовершеннолетних, хочу сказать, что в первую очередь ярким примером являемся мы, взрослые. Как показываем, какой пример нашим детям, значит, так и они себя ведут на дороге. Я вот часто на родительском собрании элементарно такие примеры из житейского опыта вижу, когда подходишь к пешеходному переходу, вот, ну, стоит там мама с папой, держат ребеночка за руку, и они показывают, вот сегодня, видите, горит там зеленый свет, это значит, что можно идти, и своими действиями они показывают, что так и в дальнейшем надо поступать. По соблюдению правил дорожного движения раскрою большой секрет для родителей, для школьников, то, что начинать переходить пешеходный переход на мигающий зеленый для пешеходов нельзя. Многие об этом забывают, потому что видят, что зеленый, но он мигающий, начинает переходить. Он мигает, это означает, что нужно уже завершить переход, но никак не начинать. Можно учитывать и летний период, очень жаркая, высокая температура. Все стремятся к водоемам, но мы порою не осознаем, какая беда там может нас подстерегать. Сегодня на территории Ленинского района имеется два отведенных безопасных места, где можно проводить водные процедуры купания с участием того самого свода сотрудников милиции. Это пляж центральной пышки. Да. Ну, вот перебью вас, важный момент, что мы, кроме того, что там можно купаться, обращаем внимание, что дети находиться там должны в сопровождении взрослых. Еще одна тема, которую родители боятся детям говорить, дети стесняются, но, к сожалению, такие факты тоже есть. Может быть, мы расскажем вот про вот это сексуальное какое-то насилие, безопасность все-таки для детей в летнее свободное время в этой теме? Да, конечно, я хочу обратить внимание родителей на такое право детей, как право на половую неприкосновенность. В нашем социально-педагогическом центре уже больше 14 лет функционирует комната, в которой проводится опрос детей, ну, как бы подозреваемые, которые потенциально стали жертвами насилия или действий сексуального характера. И я хочу сказать, что, к сожалению, ежегодно это количество детей остается достаточно большим. В пределах где-то 30 детей ежегодно опрашиваются в нашей комнате. Если говорить о возрасте детей, то возраст от маленького 4-5 лет и до 17 лет. Это не может не волновать на сегодняшний день нас, педагогов, и я думаю, что это должно быть сигналом для родителей. Сегодня уже обратили свое внимание на то, что мы, родители, должны чувствовать своих детей, должны понимать их, должны максимально уделять им внимание, уделять время на то, чтобы просто общаться со своими детьми, спрашивать об их свободном времяпровождении, их интересоваться их занятиями, их увлечениями. Кроме этого, конечно, мы должны максимально проводить свободное время вместе с детьми, и наши дети должны быть под постоянным контролем родителей. Что касается маленьких детей, мы должны обязательно рассказывать детям, как сказать «нет» тем дядям, которые могут подойти на улицы и предложить детям что-то интересное. Опять-таки, вот этого интересного они недополучили дома, и тогда они попадаются на удочку насильника, идут к нему в квартиру, им предлагаются совместные просмотры телевидения, какие-то угощения, игрушки. И таким образом насильник входит в доверие к детям. Вот в данном случае, конечно, уважаемые родители, пожалуйста, если вы заметили какие-то изменения в поведении вашего ребенка, например, ребенок был открытый, подвижный, активный, а вы видите, что какое-то время он молчит, испуганный, зажатый, не хочет с вами разговаривать, разговаривать, или наоборот, ребенок был спокойный, вдруг стал активным, агрессивным. Обязательно надо обратить на это внимание. В каждом учебном заведении имеется социально-педагогическая и психологическая служба. Есть психологи, к которым можно подойти и озвучить вот эту проблему, если в школе не выявилось. Бывает, что и в школе специалисты замечают, что с ребенком происходит что-то не то. Конечно, на эту тему не хотят говорить не только родители, но и сами дети. Для них это очень болезненно, для них это очень такая страшная, непонятная тема. И разговор на эту тему, для того, чтобы узнать, что же все-таки произошло с ребенком, должен осуществлять грамотный специалист. Тот специалист, который учтет возраст ребенка, учтет его особенности, учтет семейную ситуацию. В нашей комнате опроса для детей есть такие специалисты, которые знают, во-первых, как подготовить ребенка к этому опросу, как правильно поставить вопросы, для того, чтобы лишний раз не травмировать несовершеннолетнего. Потому что, по сути дела, каждый опрос – это очередное проживание того несчастного случая, который с ним произошел. В связи с этим, уважаемые родители, я вас призываю к тому, чтобы вы были как можно больше внимательны к своим детям, несмотря на занятость, несмотря на то, что мы очень много времени отдаем непосредственно зарабатыванию денег. Но может случиться так, что эти деньги нам будут и не в радость, и не понадобятся, потому что ребенок, который становится жертвой сексуального насилия, жертвой действий сексуального характера, тоже получает большую психологическую травму. И в дальнейшем у него могут появиться страхи, если это девочка, страх к предположенному полу, страх к созданию своей семьи. Ну, по сути дела, то же самое и у мальчиков, потому что я хочу сказать, что жертвами становятся как девочки, так и мальчики. Рассказывать детям на тему половой неприкосновенности, поднимать вопросы полового развития детей. Это не стыдно, это правильно. Дети должны это слышать от нас, от взрослых, от родителей, от педагогов. В школе этому уделяется внимание. Ну, и если, не дай бог, ваш ребенок проговаривает что-то такого рода, ни в коем случае нельзя от него отмахиваться. Ошибкой многих взрослых является то, что зачастую родители не обращают внимания, говорят, ой, отойди, ты что-то выдумываешь, не сочиняй. Особенно, если это касается членов семьи, отца, сожителя. В таком случае, конечно, очень часто мамы не хотят принимать эту ситуацию. И, как правило, долгое время не обращают внимания на то, что ребенок подает им разного рода сигналы. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что, к сожалению, выявляются такие ситуации, когда дети подвергаются насилию именно непосредственно в своей семье. И очень длительное время. И только потому, что мама, близкие родственники не обращали внимания. А насильник, как правило, запугивает ребенка. Говорит о том, что ты будешь наказан, я все расскажу всем, все об этом узнают. Естественно, ребенок этого боится. Все время, выступая на родительских собраниях, я призываю внимание женщин к тому, кто приходит в их семью. Если происходит смена мужчин, и, так скажем, в семью приходят сожители, так называемые, тоже, пожалуйста, уважаемые мамы, обращайте внимание на то, кто проживает в вашей семье. Пытайтесь узнать как можно больше информации о прошлом этого человека. Потому что, к сожалению, большой опыт моей работы говорит о том, что зачастую в семье поселяется человек, который уже привлекался в свое время по статьям за совершение действий сексуального характера, по статьям за убийство и так далее, за тяжкие правонарушения. И тогда вот эта опасность для ребенка, нахождение его в этой семье увеличивается в разы. И, конечно, я хочу сказать, что если вдруг такая ситуация случается, если вы заметили какие-то такие поведенческие особенности своих детей, или дети сигнализируют вам об этом, не пытайтесь сами проводить расследование, не пытайтесь опрашивать детей, допрашивать, потому что вы не владеете теми навыками, которые помогут достаточно, ну, наиболее безболезненно провести этот опрос. Обращайтесь к специалистам, учреждения образования, где учатся, или воспитывается ваш ребенок, или непосредственно к нам, в социально-педагогический центр Ленинского района города Гродно, который находится на улице Врублевского, 76А. Спасибо огромное. Хорошая тема, важная тема. Боятся родители ее трогать, поднимать, и зачастую эта ситуация еще усугубляется. Прежде чем мы раскроем еще один секрет, хороший секрет, сегодня много секретов будем раскрывать, хочу еще одну тему поднять. Это тема, которая за последние лет 10 очень сильно повлияла на нашу жизнь, особенно на наших детей, это интернет. В зависимости от интернета. Многие родители здесь, будешь себя плохо вести, отключим интернет, отберем телефон, и здесь некая идет торговля между детьми и тем, что им уже нравится. Как быть в этой ситуации, Ирина Валентиновна? Все-таки, может быть, нельзя запрещать полностью? Как поступать родителям? Потому что дети, наоборот, обижаются и закрываются. Конечно, хочется отметить, что, как вы сказали, последние тенденции таковы, что очень много гаджетов в нашей жизни сейчас присутствуют, и если даже мы, взрослые, скажем, не всегда контролируем это время, сколько мы проводим за телефоном или за компьютером, то, конечно же, если мы говорим о детях, то особенности их психики и работы нервной системы намного более чувствительны и перегружаются. То есть мы здесь говорим и о маленьких детях, когда мы однозначно видим такие ситуации. В три года большое количество мультиков есть. И когда мы говорим про подростков, которые склонны не только, скажем так, проводить много времени в телефоне, но особенно это игровая зависимость. Я, как врач-нарколог, много работаю с подростками, которые, скажем, непосредственно, да, зависимы от спиртных напитков. И практически, ну, более 50% этих ребят тоже зависимы от игр. И это большая проблема, потому что, когда мы начинаем, скажем так, работать, профилактировать эти мероприятия, раньше, естественно, есть возможность избежать такой серьезной зависимости. Поэтому обращаем внимание, что если есть такая проблема, конечно же, мы обращаемся к врачам-психотерапевтам или психологам, которые работают в школах. Можно, в принципе, и к нам в Центр психиатрии и наркологии, и по месту учебы вашего ребенка. Второй момент, как вообще, в принципе, себя вести и, скажем так, формировать правильное отношение с ребенком, это, конечно же, система запретов, она никогда не работает, и мы это все прекрасно знаем. Найти какой-то, скажем так, метод, который будет приемлем и для вас, и для ребенка. То есть договориться, что определенное количество времени ты проводишь за гаджетом, можно контролировать экранное время, сейчас большое количество приложений, родительский контроль, для того, чтобы вы могли отслеживать, в каких программах он сидит, какие приложения у него в телефоне, да, скачаны, можно их скачивать или нет. И здесь вы будете профилактировать. И, конечно же, подверженность распространению наркотиков и сексуальное насилие, что тоже зачастую берет начало не только из семьи, но и из интернета. Мы тоже таких случаев очень много знаем, когда девушек начинают шантажировать, используя их те же фотоматериалы и видео. Поэтому вот здесь, конечно же, опять возвращаемся, в первую очередь, к тому, что родители должны этот процесс контролировать, но найти, скажем так, compliance, договориться, компромисс, чтобы было хорошо, и ребенку, чтобы он не искал где-то в другой сфере, да, у друзей своих же, да, никто не запрещает пойти к соседу и там просматривать эти материалы, чтобы были доверительные отношения, о которых я в начале программы говорила. И тогда, я думаю, что это будет очень хороший итог, вообще, в принципе, воспитания и будущего для вашего. Большинство всех правонарушений или всех происшествий, которые с детьми случаются, случаются из-за того, что они не заняты. И когда общаешься с родителями, возникает такая фраза, вот в наши времена было много-много всего бесплатного, раскроем секрет, ничего не поменялось. Поменялось только ваше отношение к тому, чтобы помочь детям их занять. И вот здесь я отдам слово Ирине Александровне, потому что она расскажет о том, что сколько много кружков, я скажу, много спортивных разных секций и много мероприятий, и все это бесплатно здесь, в Гродно и в нынешнее время. Да, действительно. Так, Сергей Геннадьевич, уважаемые родители, дорогие ребята, еще раз призываем вас читать наши социальные сети, смотреть информацию на нашем сайте, вникать в ту информацию, которую вам отправляют классные руководители в родительские чаты, потому что в нашем Центре Творчества Детей и Молодежи «Спектр» есть разные варианты для ребенка досуга. Если брать летний период, то у нас работают площадки мероприятия до обеда, это в помещениях, дети могут заниматься, какие-то пройти мероприятия. После обеда в вечернее время на базе подростковых клубов по месту жительства, то есть в рамках шаговой доступности рядом с вашими домами. Это наш факел, это наш «Фламинго» и «Космос». В августе работает по адресу Терешковой 46А «Фламинго» и «Космос» «Горького 26» с 16.00 до 18.00. Ждем вас там ежедневно в рабочие дни. Также работает объединение по интересам, как в рамках учебного года, так и в летний период. Поэтому, пожалуйста, выходите, читайте. Расписание вывешено, информация, анонс мероприятий всегда. Как еще можно получить информацию? В канун летней оздоровительной кампании мы всегда вывешиваем как в социальных сетях, так и информируем учреждения образования. Практикуем рассылку нашей информации даже на организации учреждений, где работают родители. Работают наши площадки в рамках «Дни открытых дверей» в апреле-майе, где вы можете прийти, посмотреть, что мы предлагаем на лето и записать ребенка. Ну, а сегодня уже август и, наверное, более актуально говорить, что мы вам можем предложить на новый учебный год. Первое – это посетить наши «Дни открытых дверей», которые будут проходить в августе и в сентябре как на базе подростковых клубов, так и в нашем головном здании. И обращаю ваше внимание, уважаемые родители, что мы переехали, мы уже находимся, основное наше здание это по адресу БЛК444. Это бывшее здание, Дома гражданских обрядов, микрорайон Фарты. Поэтому приглашаем вас на дни открытых дверей и в наше головное здание. Еще раз повторюсь, они будут проходить в конце августа и до середины сентября, где вы можете познакомиться. Для тех, кто родители и ребята более продвинутые и черпают себе информацию из социальных сетей, то ежедневно мы вывешиваем и анонсы, и наши восьмилетней давности ноу-хау дорожная карта, которая содержит информацию очень полную, что работает, где, работает, по какому адресу, временные рамки. Эти дорожные карты у нас не только на летний период, сегодня я показываю только на август, но в сентябре есть дорожная карта для детей и родителей и на весь учебный год, где указано, почему дорожная, потому что указано и место расположения, а не только содержание, то, что мы предлагаем. Что нового в следующем учебном году мы будем предлагать? Очень приятно говорить, что мы уже составляем конкуренцию частным IT-компаниям. Мы открыли в январе по адресу БЛК-44 в рамках городского проекта «Детский техногород». И мы предлагаем бесплатное обучение у детей в современных объединениях по интересам. Это 3D-моделирование, это робототехника, техноволшебство, цифровой рисунок. Надеемся, что с сентября у нас заработает даже объединение по интересам «Лазерная резка». Мы приобрели специальное оборудование, дорогой лазерный станок. Поэтому, уважаемые родители, приглашаем вас, приходите, читайте, звоните. Телефоны указаны как в дорожных картах, так и на сайте нашего учреждения. Существует онлайн-запись как в шапке профиля «Инстаграм», так и на сайте учреждения. Указывайте подробно, четко, ваши телефоны, контактные информацию, чем бы хотел заняться ребенок. даже если вы не знаете название объединения по интересам, можно указать просто направление, чем ребенок интересуется или хотел бы себя попробовать. Поэтому ждем вас с нетерпением. Ну, а если еще организовать досуг вашего ребенка полезным и активным делом, то приглашаю вас на наши выездные площадки, которые уже работают вот пять лет, выходи играть во двор в рамках городского проекта, который начал работу 1 июня 2020 года, когда был, к сожалению, ковидный период, и мы придумали вместе с городским отделом образования такое ноу-хау. Ну, прошел ковид, закончились эти профилактические меры, а эти площадки нужны и востребованы. Каждый раз родители и ребята спрашивают, когда вы приедете в следующий раз. Мы работаем в очередной раз в микрорайоне Грандича, поэтому, пожалуйста, приходите. Как ребятам, так и родителям всегда интересно. Будем рады вас видеть как летом, так и в учебный год 2024-2025. Подводя итог всего, что мы сегодня говорили, я хочу сказать, уже мы родители. Не забывайте, что вы родители, и это ваши дети. И даже если они уже закончили учебный год, вышли со школы, если учебный год начался, всегда будьте с ними на связи. Интересуйтесь тем, чем они занимаются и что им интересно. Ну, а в случае, если вы не знаете, чем занять, помните, есть бесплатных, много кружков, много бесплатных секций, поверьте, найдете для своего ребенка очень много того, что вы интересовали, чем вы интересовали в своем детстве. Ну, а если уже что-то произошло по линии правоохранительных органов, здесь тоже не бойтесь, можно обратиться как в саму милицию, так и к социальным педагогам, к психологам в школе, и там вам тоже помогут. Берегите своих детей. Редактор субтитров А.Семкин